На Таро Николета Чиколи. Давайте посмотрим, что человек, загаданный, это может быть даже и вы, думает, чувствует, планирует. Какие последствия из этого могут выйти или какой совет нам даст Таро. Я разложу три карты, которые представляют то, что интересующее вас лицо думает. Три карты на то, что он чувствует она, и три карты на то, что этот человек планирует по отношению к вам или к какой-нибудь ситуации. Но, пожалуйста, имейте в виду, что это мои трактовки Таро. Это форма искусства, которая может быть субъективной и не всегда точно отражает реальность. Не каждого человека реальность она отражает. Для тех, кто притягивается к таким видам искусства, тем это нравится. Отлично. Мы выбираем три карты. Три карты в положении мыслей. Это девятка жезлов, восьмерка, вернее, восьмерка жезлов, восьмерка пентаклей и пятерка жезлов. Восьмерки говорят о каком-то периоде, который напористый, период, когда вы что-то отстаиваете. И пятерка, кстати, тоже говорит о переломном периоде или переходе. То есть, с этой точки зрения, мы в нумерологии будем смотреть на карты выпавшие. У нас, значит, восьмерка жезлов. Эта карта часто ассоциируется с быстрыми изменениями. Летят стрелы, они в воздухе, быстро. Это могут быть новости, это может быть любой вид информации. Кто-то что-то сказал, кто-то что-то получил по почте. Это информация, которая поступает в голову человеку. Потому что в контексте мыслей это может означать, что человек думает о том, чтобы или быстро действовать, или передать важную информацию, или получить важную информацию. Это может быть также указывать на мысли о путешествии, потому что это полет, или о том, чтобы двигаться вперед в какой-то важной ситуации. Продолжим. Восьмерка Пентаклей. Это карта трудолюбивого человека. Она связана с вниманием к деталям и стремлению к совершенству. В мыслях интересующего вас человека это может означать фокус на улучшении своих навыков, фокус на обучении, фокус на росте в профессиональной сфере. Чаще всего иногда может быть фокус на здоровье, на улучшении внешнего вида. Человек, возможно, думает о том, чтобы посвятить время и энергию достижению конкретных целей. То есть цели конкретные, они не абстрактные. И он по этой дороге достижения цели, этот человек уже идет. Человек хочет улучшить свое положение через свой собственный упорный труд. То есть он делать может одно и то же очень долгое время. Восьмерка Пентаклей и Восьмерка Жезлов. Но интересует его, конечно, скорость этого процесса. То есть он готов выполнять что-то, но хочет, чтобы это было быстро. Пятерка Жезлов. Это карта, представляющая собой соревнования, борьбу или конфликт, в худшем случае. В контексте мыслей она может указывать на то, что человек воспринимает некоторую ситуацию или информацию как вызов или столкновение своего интереса с интересами других людей. Это может быть так же. Внутренняя борьба или внутреннее желание конкурировать с кем-то, может быть, из раза в раз с другими людьми. Также эта карта может говорить о том, что человек размышляет о необходимости защищать свои позиции и защищать свои взгляды в дискуссии или конфликте или в какой-то ситуации, связанной с информацией. То есть, может быть, он накапливает какие-то доказательства для чего-то. Это у него в голове. Сочетание этих трёх карт указывает на то, что интересующее вас лицо, человек, активно размышляет о своём развитии и продвижении вперёд, но он также чувствует некоторую напряжённость или конфликтность в отношении ситуации или в отношении отношений. Они могут стремиться к изменениям и росту, одновременно сталкиваясь с препятствиями или конкуренцией. Может быть, конкуренция за внимание, конкуренция за позицию на работе, конкуренция в бизнесе, которые требуют преодоления, требуют прикладывать свои усилия, требуется прикладывать для того, чтобы преодолеть эту конкуренцию. Человек, что он чувствует? Что он чувствует? Колесница выпадает, паш, чаш и семёрка жезлов. Но видите, что-то он чувствует точно, потому что паш, чаш — это чувство, это наше чувство. Колесница — это старший аркан. Колесница — карта, которая символизирует решимость, напористость и победу через упорство и контроль над ситуацией. В контексте чувств она может говорить о том, что человек испытывает сильное желание двигаться вперёд. Мы уже знаем. Оно у него отражается на чувствах. У него есть огромное желание двигаться вперёд и в чувствах. И он ни перед чем не остановится, собирается преодолеть любые препятствия на своём пути. Это может указывать на внутренний конфликт, так же, как мы говорили, или борьбу. Но человек смотрит на это оптимистичным взглядом, потому что он уверен, что он достигнет успеха. Паш, чаш — это карта чувств. Эта карта ассоциируется часто с новыми чувствами, с сообщениями о любви или началом эмоционального пути. Ну вот, колесница, она тоже говорит о пути. И восьмёрка жезлов говорит о пути. То есть человек двигается или прилетает, приезжает, планирует. Эта карта очень часто в контексте чувств означает, что человек открыт к новым эмоциональным переживаниям. Ну вот открыт и всё. А может чувствовать начало новой любви, может чувствовать начало новой дружбы, может чувствовать начало сотрудничества какого-то, если говорится о бизнесе. Это также может означать важные эмоциональные сообщения или предложения, которые в скором времени он сделает. Появятся в его жизни они. Или он сделает, или ему сделают. Семёрка жезлов. Эта карта представляет собой защиту, стойкость, борьбу, упорство, препятствия, которые человек готов пройти. В эмоциональном контексте она может указывать на то, что человек чувствует необходимость защищать свои убеждения. Но мы видели конкуренция, защищать свои позиции, убеждения, возможно, в ответ на давление от каких-то людей или на существующий уже конфликт. Здесь много жезлов, которые об этом говорят, о конфликте. Это может быть выражением внутренней силы. То есть человек здесь сильный, он решимый, отступать перед лицом трудностей он не собирается. То есть в сочетании эти карты отражают сложную смесь чувств. С одной стороны, есть сильное желание двигаться вперёд. Оно и мысленно есть. И в чувствах он чувствует, этот человек, что он не может больше стоять на месте. И есть сильное желание преодолевать препятствия тоже. Колесница, он управляет своей жизнью, он хочет взять всё в свои руки. А с другой стороны, новые эмоциональные начинания или новые сообщения или новая информация затрагивают и его, какие-то этого человека чувства. Они могут приносить радость. Пашчаш — это радость, это удовольствие тоже. В то же время присутствует чувство необходимости защищаться и стоять за свои убеждения, может быть, кого-то именно убеждать в своих чувствах. Это может указывать на то, что этот человек находится в эмоционально насыщенном периоде. То есть он готов защищать свои чувства, готов бросаться в бой за свои чувства. Он даёт вызов, может быть, другим людям. И у него открываются возможности для роста, для развития личных отношений. То есть в этом случае человек смотрит энергично вперёд и открыт к новым отношениям. Прям очень открыт. Что он планирует или какие поступки, возможно, он сделает? Король Жезлов. Очень хорошо сочетается с предыдущими картами. Король Жезлов, Король Пентакли и Семёрка Мечей. Смотрите. Король Жезлов представляет собой лидера, представляет собой смелость и представляет собой творческий подход к решению проблемы. Соедините это, пожалуйста, с Семёркой Мечей. И вы поймёте, что человек здесь непростой. Он пройдёт по головам, чтобы достичь своего. Это непростой Король Жезлов. Это человек со взглядом на долгое развитие. Он может поскупиться чем-то сегодня, чтобы получить что-то завтра. Он готов рисковать, чтобы достичь своих целей. В контексте планов он может означать, Король Жезлов, что человек планирует проявлять инициативу. Ну, то есть он планирует действовать сам, быть лидером, выражать эти качества. Возможно, в творческом проекте. Возможно, при ведении бизнеса. Возможно, признание любви. В общем, человек созрел. Это также может указывать на желание вдохновлять других. Ну, то есть он убеждает отстаивать своё мнение. То есть он убеждает, он старается выглядеть так, чтобы он был зажигательным, чтобы другие люди за ним шли. И он хотел бы влиять на других людей, влиять на изменения в своей сфере деятельности, будь то бизнес или отношения. То есть что-то или кого-то он хотел бы перевести на свою сторону в любом смысле, в отношениях, в бизнесе или же в конкуренции какой-то. То есть человек будет проявлять эти качества. Он планирует быть королём Пентаклий также. Король Пентаклий ассоциируется с успехом, стабильностью, достижением целей. И цели чаще практичные, материальные. Король Пентаклий — это символ достижения, благосостояния. Это трудолюбивый человек, мудрый, практичный и подходит к делам с холодной головой. То есть чувство на заднем плане, бизнес вперёд. В планах это очень может означать стремление к финансовой стабильности, и это очень хорошо. Человек знает и готов инвестировать в будущее и создавать основы для долгосрочного благополучия. Но это даже, может быть, задумывается, например, о том, чтобы сделать предложение серьёзное, продолжить свою жизнь. Например, руки и сердца предложение. Такое здесь может быть даже. Семёрка мечей — хитрая карта. Эта карта часто олицетворяет обман, хитрость или необходимость действовать осторожно. То есть в каких-то ситуациях эти два короля должны будут действовать осторожно в лице этого человека. В контексте планов эта карта может указывать на стратегию, которую человек обдумывает, придумывает. А эта стратегия может включать в себя обход препятствий нестандартным путём. Нестандартным. Помните, он креативный очень. Он король жезлов. Возможно, он будет избегать прямой конфликт. Возможно, он будет использовать ум для достижения своих целей. То есть очень умный и хитрый человек добьётся своего. Это также может говорить о необходимости переоценить ситуацию. И, возможно, он переоценит ситуацию. Возможно, убедит вас переоценить ситуацию. И, возможно, принят решение, которое требует тайны или уклончивости. Видите, да? С точки зрения любви здесь может оказаться, что человек, вот так в бытовом, в элементарном смысле, может настойчиво добиваться руки какой-то женщины или девушки для того, чтобы она стала его любовницей. Совместно эти карты намекают на то, что интересующее лицо стремится к влиянию на вас, на ситуацию, на бизнес и достижению в различных сферах своей жизни, как я и сказала, карьеры, финансы, личные проекты. С одной стороны, присутствует желание быть лидером и вдохновлять других людей, король жезла. И присутствует стремление к стабильности и материальному благополучию показать, как у него всё есть, как у него всё красиво, король Пентаглий, как у него всё закончено, ничего, нет необходимости у этого человека что-то придумывать, всё на лицо у него. С другой стороны, семёрка мечей предполагает, что для достижения своих целей этот человек проявит гибкость, остроумие. Возможно, поможет себе и вам, если этот человек с вами, на одной стороне, избегать прямого столкновения с препятствиями. Это может указывать на сложный, многоаспектный подход к будущим планам. Вот очень, очень целеустремлённый человек. Цели достигаются через сочетание смелости, практичности и хитрости. Вот. Давайте значение из маленькой книжечки белой по восьмёрке жезла. Сейчас мы посмотрим. Восьмёрка жезлов. Приготовьтесь к посланиям света и надежды. Опа! Так. Восьмёрка пентаклей. Монет. Приобретение новых навыков может потребовать помощи и примера учителя. Ну да, понятно. Пятёрка жезлов. Сохраняйте спокойствие перед тем, что кажется вам препятствиями, поскольку они не представляют для вас реальной угрозы. Ну вот. Колесница. Так. Колесница. Седьмой аркан. Возьмите на себя управление собственной жизнью. Дальше. Рыцарь. Чаш. Давайте посмотрим. Рыцарь чаш и паш чаш. Паш мечтательный и невинный человек, который может быть эмоционально уязвимым и гиперчувствительным. А рыцарь, что в общем-то у нас и есть, рыцарь, я его называла пажом, человек, который подчиняется велению сердца и не колеблется, когда он вовлечен в правое дело. Так. А семерка жезлов. А семерка жезлов. Необходимо исправить ошибки и восстановить ситуацию. Ну вот. Наказание, да? Королева жезлов. Король жезлов. Человек, который доминирует над любой ситуацией благодаря командным усилиям. Так. И королева. Король. Пентаклий. Человек, который предлагает практически решения и применяет личную силу к любой ситуации. Ну вот. Деятель такой. Дальше. Далее. Объединяя это всё вместе, девять карт, изучая их, как нас учит Таро по отдельности сначала и потом объединяя это в конкретный образ, в текущий момент может выглядеть следующим образом. Цель подействия этих карт может привести к следующему. В мыслях у человека возможно находится, он находится в состоянии активного поиска и стремится к движению вперёд. он будет оттачивать оттачивать свои навыки для того, чтобы достичь конкретную цель. Но при этом он также не будет забывать о конкурентах, о соперничестве и будет указывать на... и будет стараться это преодолеть, победить конкурентов и соперничества, которые стоят на пути к его целям. с точки зрения чувств на эмоциональном уровне этот человек желает преодолеть трудности. Он знает, что они есть, и он двигается к преодолению этих трудностей с оптимизмом, колесница, да? он считает, что все в его руках. И при этом он открыт к новым эмоциональным начинаниям, новым. И готов к важным сообщениям, связанным с чувствами. Очень готов. Однако присутствует потребность там защищать свои убеждения и стоять на своем в лице возможного сопротивления его объекта этих чувств. Возможно, человек сопротивляется, если это вы или кто-то еще. С точки зрения планов, по планам видно, что интересующее вас лицо очень обладает большими лидерскими качествами, может вдохновлять, может зажигать. Очень-очень притягательная личность, которая желает достичь материального успеха и стабильности, но также осознает, что на этом пути нужно быть привлекательным, горячим, энергичным, интересным и будет использовать в своем желании достичь успеха, изворотливость, обход препятствий нестандартным способом. Ну вот, мои хорошие, что скажете? Пишите, комментируйте, будем вместе учиться читать эту колоду триплетами. Пока-пока! Субтитры создавал DimaTorzok субтитры создавал DimaTorzok